МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Финансово-экономический блок правительства гробит все программы, которые были намечены и подписаны президентом. Эта двойственность очень больно бьет, прежде всего, по гражданам. Вчера президент провел с Князином Госсовета, на котором выступил в защиту прав потребителей, но он, как гарант Конституции, прежде всего должен гарантировать выполнение этих прав. Ни одно из фундаментальных прав, связанных с позицией и положением граждан, на сегодня правительство его не выполняет. Мы стали самой нищей страной, и только за последнее время нищета превратилась в национальную катастрофу. 40 с лишним миллионов граждан имеют доход ниже 15 тысяч рублей, работая на производстве. Впервые работающий человек в России не может прокормить двоих детей. Это в богатейшей стране мира. Если посмотреть за прошедший год финансо-экономические показатели, можно как угодно мухлевать с цифрами, но они разоблачают эту политику. По-прежнему спад производства продолжается. Если смотреть в февраль к февралю, ВВП упал на полтора процента, видимо, опасаясь, что эта статистика и дальше будет разоблачать, те, кто считает, взяты под крыло министерства, что совершенно недопустимо ни с какой точки зрения. Удивительно против этого не выступает и руководство Единой России. В целом наиболее неблагоприятная ситуация складывается в здравоохранении, образовании, в сельском хозяйстве и легкой, текстильной и другой промышленности. То, что связано, прежде всего, с их доходами. Их доходы не соответствуют ни задачам, ни необходимости проведения модернизации. К сожалению, на сегодня число больниц меньше, чем было в СССР в 1932 году. На местах многие регионы полностью оголены и не имеют необходимого медицинского обслуживания. Что касается образования, ситуация продолжает ухудшаться, несмотря на то, что министр Васильев пытается отказаться от ЕГЭ и привести систему образования в норму. Но тот закон, который принят Государственной Думой о проведении так называемых реформ, он продолжает действовать. Ситуация в образовании, как показали все последние контрольные ключа и тотальный диктант, просто вопиющая, она не соответствует никаким требованиям современности. В целом, на мой взгляд, главный порог нынешнего правительства заключается в том, что даже утвердив государственные программы, которые подписаны, они все втихую урезаны на сотни миллиардов рублей, бюджет остается дырявым, и он не в состоянии выполнить ни одного, в том числе и поручения президента из майских указов. Я не знаю, как они сегодня будут отчитываться, но отчитываться, откровенно говоря, им нечем. В состоянии ли они предложить иную перспективу? Нет, потому что продолжение финансо-экономического курса а-ля Ельцин-Гайдар, по которому они ползут под руководством нового стратега, в кавычках, Кудрина, это задача нерешаема и невыполнима. Посмотрите, золотовалютные резервы за последние годы сократились почти на 200 миллиардов. Сегодня они меньше на 150 миллиардов, чем долги. Они в страну засовывают, миллиардов долларов имеется в виду, в страну засовывают в Зиндан, в новую долговую яму, причем делают это нахально и усиленно. Заявляют о том, что они проводят импортозамещение. Посмотрел я, как они проводят это импортозамещение. За первый квартал объем завоза извне, из дальнего зарубежья товаров увеличился на 23%. Никакого тут замещения нет и им не пахнет. Мне казалось, поддерживают отрасли локомотивы. Кризис обычно вытаскивает экономику строительства. Там вообще полный швах. Объем введенных объектов, он составляет и третьей части от того, что они планировали. Если посмотреть сельское хозяйство, да, оно дало прибавку в прошлом году, но оно опять сидит на абсолютно нищем пайке. Вместо 10% необходимых для развития агропромышленного комплекса от расходной части бюджета, 1,3%. Если посмотреть инфляцию в последние годы, то все колеблется вокруг 1%. Что обещает это правительство из бюджета, который проголосовали в Думе? Рост 1,5% в рамках погрешности. Ну посмотрите вокруг, что творится в мире. Возьмите пример ленинско-сталинской модернизации. Распавшаяся, развалившаяся страна, собрана на съезде, полуграмотное население, блестяще обучено. Отстроены 6 тысяч новых заводов, лучший станочный парк к 1941 году, самые храбрые образованные солдаты и командиры. Ну возьмите, не хотите этот опыт. Возьмите послевоенный опыт, как страна поднималась из руины пепла и уже к 1958 году демонстрировала лучшие свои достижения. Наша «Волга-21» стала лучшей легковой машиной мира. Впервые в мире был создан самоходный комбайн. Впервые в мире были запущены атомные станции. Впервые в мире спутник. Не нравится это, возьмите 30 лет китайской модернизации под руководством их компартии. Если Ленинско-Сталинская давала темпы в пределах 16% в год 20 лет подряд, китайцы за последние 30 лет дали примерно 10-12%. И в этом году, уже в первом квартале, ВВП растет почти на 7%, промышленность на 7,6%. Почему у вас все крутится вокруг нуля и сводки текущего дня? По одной простой причине. Потому что вы работаете по калькам МВФ, вы ползете по грязной, вороватой колее реформ Ельцина-Гайдара, и вы поддерживаете в основном толстосумму. Это олигархическое криминальное государство, не способное ответить ни на один вызов времени. Кто за прошедший год чувствовал себя лучше? Богачи, миллиардеры и миллионеры за год увеличили свои доходы на 10-20%. Им и к черту не нужна никакая модернизация. Высасывают последние соки из недр земли российской, вывертывают гражданам карманы, а страна продолжает нищеть и вымерять. Посмотрел, говорят, вот демография складывается хорошая. Это тоже байка очередная для прикрытия своей беспомощности. 49 регионов страны продолжают вымирать. Все классические русские земли теряют население. Отсюда простой вывод. Доверия к такому курсу не может быть никакого. Доверия к такому правительству тем более. Поэтому мы настаивали и настаиваем на смене курса формирования правительственно-народного доверия национальных интересов. Мы провели консультации со всеми влиятельными силами, участвовали во всех экономических форумах, немало очень дельных и толковых предложений. Мы готовы складывать усилия. Наша программа «Десять шагов достойной жизни» с каждым днем становится все актуально и актуально. Без национализации минерально-сырьевой базы и стратегической отраслей из этой ямы выскочить невозможно. Две пороховые бочки на Украине и Ближнем Востоке продолжают чадить. Не может быть устойчивой безопасности, если и дальше экономика и финансы будут проседать, если наши главные ресурсы и финансы будут уплывать за кордон. Поэтому нужна качественная банковская система, способная развивать экономику и поддерживать население, а не вывертывать ему карманы. Что касается внутренней бомбы, главное, это является ЖКХ. 40% граждан живет в жилье хрущевской эпохи. Оно выходило в свой ресурс, решив свою проблему. Но средства, которые выделяются на эти цели, тоже минимальные. Тот сигнал, который был в прошедшем году, когда был коммунальный дефолт в Оркуте, в Красногорске, здесь рядом, под Москвой, три недели мертвы люди, в Пензе, это серьезный сигнал всем, кто сегодня сидит не только в правительстве, но и в федеральном собрании. Мы готовы к конструктивной работе, но у Медведева нет членов правительства, способных эффективно заниматься финансовой, экономикой и социальной сферой руководить. Мы предлагаем свою программу, и с этой программой пойдем на выборы, как местные органы власти, губернаторские, так и на президентские. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА